всем привет сегодня я на площади испании многие глядя на ее вот такой довольно привлекательный вид сейчас я вам панорамную съемку сделаю хотя уже много раз площадь испании показывала многие думают что это центральная даже вот так наверное площадь вот такими вот видами на манджуик на фиро барселона и кстати когда вы выходите из метро ориентируйтесь на выход суртида экспозицию фирма джуик как раз вы выйдете вот вот в этот выход на той стороне дороги прямо вот сюда на манджуик ну сегодня я хочу пойти первым делом вот сюда вот это вот арена как я уже говорила это бывшая бычья арена когда-то бычьи бои уже вот эти давно коррида запрещена в каталонии видите наверху люди там смотровая площадка большая круговая панорамная с которой можно возреть довольно далеко город барселона чего мы сейчас и сделаем я надеюсь она переделана торговый развлекательный центр вот эта арена и с тех пор функционирует в таком виде здесь оставлен только фасад по сути а внизу внутри все убрано и построено современное здание наверх можно добраться по эскалаторам внутри этого здания есть внешний лифт вот он поднимается вы его сейчас вот он этот лифт внешний лифт ну сейчас исследуем это дело да вот эта гостиница если будете брать гостиницу 4 звездочная каталония плаца название находится она вот на этой площади так вот тут очередь вот такая вот я так думаю вот смотрите геймбол какой-то новую группу наверное на вот этой вот мира барселона так как бы можно сказать экспо-центр и вот видно что-то такое билеты заберут что-то в этом районе что-то в этом духе наверное геймеры собрались по числу подростков но не только можно подберить это короче я стоять не буду это точно геймбол в компьютере посмотрим потом если что я пойду лучше на арену я кричусь чтобы вам видно окрестности уже поняли особенно зрители моего канала постоянно где мы находимся так ну вот бычья арена вблизи вот поехал лифт насколько я знаю лифт платный сейчас посмотрим что и как посадка на него производится надо понимать вот отсюда ну а на звезды людей отсюда заходят внутрь центра вот там двери есть и по эскалаторам наверх вот такое здание вблизи здание не скажу какого года постройки сейчас она выполняет совершенно другие функции нежели выполняла по первоначальные задумки архитекторов 1 евро стоит прокатиться вот дядька отпускает билеты стоимость видите из-за прически да ну как народ идет туда затем и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наверное, в уме посчитали, сколько я там в долларах. Какие чудные люди, американские туристы. Да, первый запах, который меня здесь встретил, это запах шашлыка. Здесь ресторан, я так понимаю, где жарят на открытом огне мясо. Кстати, вот такое ощущение, что вот эта вот площадка шатается. Какой интересный такой эффект. Ну, давайте посмотрим на Манжуик отсюда, потом дальше пойдем. Вот это то здание, которое видят все, когда идут обозревать фонтан. Сначала вам поверхностный обзор, а потом осмотрим лучше. Это вот Торре Калатрава, вот эта вот башня, которую Калатрава Архитектор создал для города Барселона. Ой, я думаю, что это за полоса? Это мне вот это вот ограждение мешает. Понятно. Ладно, найду место, где более открытый обзор. Еще люди на лифте приехали. Вот здесь, видите, ресторан Вата Цуми. Это японский ресторан. Вот здесь находится, но запах, по-моему, не от него. Вот сразу, как вы выходите из лифта, вот с этой вот круглой площадки, вы прямо упираетесь в японский ресторан. Да, ограждения вот такие, конечно, везде. Здесь по периметру, чтобы какой-то псих не перелез, туда не прыгнул. Это понятно и логично. Так, давайте посмотрим с вами, что мы можем увидеть. Что интересно? Нет, чувства высоты вот такого не было в горах, например, а вот здесь есть. Так, ну, куда мы с вами уже ходили и не побывали? Да, много где. Вот отсюда попробую разбереть. Увидите знакомые места, кричите. Деревья, деревья, деревья. За вот этим, конечно, дворцом мало что увидим. Это большое, это знаете что? Это вот эти две башни. Они повторяют по своему облику римские аналогичные башни, насколько я знаю. Так, там деревья, деревья опять. Это все парки, конечно. Вот те, которые мы уже с вами смотрели. Еще другие. Так, это вот это лифт его ограждения. Ладно, ракурс потом приищем. Так, что там торрикова трава? Иногда она теряется из вида. А, вот оно. А, ну, сзади там нее, что еще находится? Туда вот дорога там на ботанический сад. Вот там, там, там находится. Вот туда дальше. И, ну, там, вот как ламбище историческое, там, за ним. Почему отсюда мы не увидим это точно? Ну, все, сады, парки вот эти там красивые. И вот это, что попадает в кадр как решетка, это ограждение вот этой вот площадки, на которой я сейчас, в данный момент гуляю. Так, это вот Тацуми, это японский ресторан. Арабское семейство гуляет. Так, это люди, если не ошибаюсь, а, ну да, они, по-моему, в этот ресторан и идут. Целая очередь. Хорошо кормят, наверное. Я помню, в Белгороде тоже очереди. Суши-бар постоянный. Причем я как вот не была в супермаркете, линия в гипермаркете. Так все вижу, суши, так очередь, суши, очередь. Это какой-то уже, по-моему, другой ресторан. Открылись двери, отсюда паснула, жареное мясо, по-моему. Хотя трудно сказать, здесь кругом рестораны. Так, вот это дома, которые вот здесь прилегают к площади. Вот они, вот так выглядят. И типичные я вам сейчас покажу для испанских домов. Это Атико. Вот верхние этажи. Вот так вот они, как бы террасами, ступами. Атико, особенно в хороших домах, очень часто бывает дороже, чем квартиры, которые находятся ниже. Ну вот представьте, вы так живете. Сижу воздух, мышки, а не дорожные. Вот этой атмосфере. Так, сегодня у нас планируется поход в грузинский ресторан. Как предварительно договаривались, это тот, который находится вот здесь. Вот по этой улице, если идешь. И вот здесь вот он, ну вот в этих проулках, вот там находится. Так что, потом посмотрим, куда в конечном итоге идем. Ну, вроде договаривались предварительно сюда. А здесь я просто вам хожу, показываю панораму города, которую вы сможете увидеть, если будете здесь находиться. Ну, на решетке уж не сетуйте, понятное дело, что закрыли от всяких странных людей. Видите, какое здесь Атико? Несколько, как бы сказать, ярусов, да? Потому что есть вот вы, даже в испанском доме, в лифте можете увидеть Атико, Супер Атико. Там, в общем, видите? И там оно разный, разный будет степень благоустроенности. И, соответственно, от этого будет цена. Если там как квартирка Карлсона, да, студия, то, понятно, это одно, но и то, смотря где она находится. А если что-то пошире побольше, с каким-то широким... Обычно там как раз балконы самые лучшие на Атико. Там будет цена другая. Вот эти дома, ну, июнь дальше хорошая. Вот ресторан, и вот тут написано меню. Ужим, увидеть, если вам нужно. Здесь пока еще посетителей нет. Я уже говорила, многие рестораны здесь работают. Вот как там завтрак, обед, ужин, они... И кухня, соответственно, открывается. Так, это вот еще. А, это типа ресторан, итальянский ресторанте, офицерие. А, понятно, то японский был, потом испанский, потом итальянский. Так, ну вот здесь все, дома, 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 вы можете увидеть. Здесь, ну, это уже, по-моему, соседнее здание. Видите, здесь переход сделан вот с этой площадки. Написано, суркида, эмерхенция. То есть, аварийный выход. И он, видите, вот так может вниз идти. И еще, ну, наверное, при случае необходимости сюда, там, лестницу перекинуть, чтобы в это здание перейти. Так же самое у этого здания, видите, суркида, эмерхенция такая. А сверху тут, некоторые, кстати, снимают усердно. Что-то я здесь солнечных батареек не вижу, наверное, есть. На некоторых гостиницах, вот я когда была у людей в, да, возле Барселона, там, прямо на крыше есть на одном из ответвлений солнечные батарейки. Тоже тут фотографируют. В общем, тут мне интересно, такая, кстати, техническая часть. Крыши, крыши, ну, если хотите на европейских крышах вот так что-то интересное рассмотреть, постойте, посмотрите. Может, Карлсон где-то пролетит. Может, это он жужжит мотором. Вот, цветы у людей, да, на Атику. Конечно, цветы выращивать, это не то, что вот этих вот клетушков. С каким-то там мизерным балконом или без него. Вот гостиница там уже. Ну, это здесь здания уже другие примыкают к этому сооружению, скажем так. Вот это все, это пиццерия, ресторанты итальянская. А вот там впереди открывается обозрение уже Косеролы. Испанских вот этих гор, барселонских, которые к ней вот так вот примыкают, ее окружают. Вот. Арии нас написано. Чего-нибудь туда полезли. Это пара. Любители ходить по подворотням. Вот это, наверное, еще кинотеатр, наверное, здесь есть. Может быть, не буду утверждать. Вот Атику поближе. Атику – это чердак. Ну, чердак в чердаку, как говорится, рознь. Технические тут, понимаете, ли сооружения. Там внизу пак. Так, а вот Косерола. Как вы уже, наверное, догадались, это гора с храмом наверху. Это Тибетабу и церковь Тибетабу там. А вот это Торы Косеролы, я тоже про нее говорила. Это телевышка, что-то точнее. А это город Барселона, который вот вы можете видеть в предгорье. Барселона-Альта. И Испания, вот такая площадь Испании. Так, ну вот парк. Это я вам район показывала. Вот этот, видите, там впереди такой причудливый памятник. Это из того же стиля, что вот на Барселонаде. Там как вот эта фигура мужчина-женщина, да, как будто такая инсталляция. Вот из того же стиля. Тоже такой вот известный в своих кругах памятник. Так, горы. Хорошо, что не погода позволяет разглядеть окрестницы. Вот, пожалуйста, вам еще ресторан. Вот, пожалуйста. Я снимаю с большим увеличением, еще идущие здесь, довольно ощутимо колеблют эту площадку, она как-будто вибрирует, это большое увеличение, максимальное на моей камере, это отель, те звездочные, Флорида называется, еще и люксовый, это мы уже на телегаву, видите, сейчас телевышку я вам покажу, дойду до нее, вот оно, в реальности, видите, где находятся эти объекты. Ты видишь, я не знаю, что это такое, что это такое? Так, хорошо, мы видим, продолжим обзор, вы, пацаны, людей, ну ладно, попадут в кадр, просто не движется. Видите, ресторан, браса ми, как вроде не ми меня, и браса, браса рие, это у них жареное на огне, когда блюдо приготовляют на открытом, и вот там эсках в виде огня, язычка плавные. Вот это, вот с этого ресторана, значит, запах им был. Через всю площадку запах им тянуло. Так, ну, прилегающее здание здесь, ничего так особо из себя не представляют интересного. Я знаю, сейчас в этой облачности удастся нам цирапить разглядеть. Вряд ли конечно. Нет, там большая облачность, даже назад вернулась, чтобы посмотреть, не видать монсеррата. Здесь вот цветочки в здании. Там жучка в парке беленькая гуляет, гуляет. Какая-то гостиница, каталовня в класс. Немножко мрачноватое, но и монументальное одновременно здание. Так, вот это вот ресторан набрасанный. Здесь и закуски-прикуски, а также и жареное на огне мясо. Там они, наверное, по времени жарят. На сколько, сколько улицы прилегающие. Жарко. Ну, вот здесь, сверху, с этой стороны вид, ну, так, ничего особенного. В общем, и каталуния, гостиница, тоже как-то она особо так не впечатляет. А вот нам он же вид, вот там вот вид красивый, конечно. О, смотрите, какие у них тут оформления. А, это из кустыри, кстати. Еще ресторан. А вот здесь, кстати, есть, это надо смотреть, спрашивать, где. Видите, тут фотографии, картинки с блюдами, да. Здесь есть и морепродукты. Так что, чтобы подходить, надо узнавать, где. Может, в данный момент готовят или нет. Так, ну, вот на Манжуик обзор красивый, конечно. Видите, вот гора сама имеет такую расплесную структуру. Вот этот вот вход, парадный вход на Манжуика, но с этой стороны как будто сбоку смотрится. Вот. Смотрите, вот здесь вот, вот, вот между этими башнями обычно люди идут на фонтаны. Если только с боковой дороги как будто бы подвезли. Вот. Сейчас я тут вам увеличу. Где действительно интересно. Со стороны кассирола было интересно и здесь. А со стороны домов, что там особенного. Так, ну все, парки, парки, вот деревья вы видите. Манжуик такой вот, такую расплюснутую имеет. Там фигурация. 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 вот этого здания, которое поднимается так вот заметно вот вершина самой горы вот там, вот в этом направлении где лифт вот этот стоит, вот здесь где-то такая приземистая, расплеснутая гора, к которой как к ней подходишь, кажется, что по высоте она как-то выглядит а на самом деле она довольно маленькая ну вот опять ресторан потянуло запахом жареного мяса в общем здесь вот эта площадка, как вы уже поняли, такая обзорная и многочисленные такие заведения общественного питания вот это вот здание, вот видно, виднеется, я вот приблизила, чтобы мне его показать ужас, оно замутилось от моего пальца такая вот одна сторона здания белая, другая вот такая темная, это гостиница четыреузвездочная, кстати, ренессанс фира Барселона видите, отель написано красивый, очень на вид красивый, но это уже Оспиталет, это не Барселона рядом с ним вот здесь неподалеку здание ярмарки на которую регулярно собираются вот мобильный конгресс когда новые там мобильные технологии презентуют еще всякое вот такое вот ну давайте мы МНЖ посмотрим ну-ка отсюда увидим фонтаны, как там работает но днем, естественно кто вам тут музыку и цветное пускать не будет потому что оно бы и не видно было вот эти вот фонтанчики они тоже могут быть выключены эти, которые такие вот они подсвечиваются таким золотистым цветом я еще говорю о фонтан из пива вот этот тот самый главный фонтан видите, как он тихонько работает позади него вот такой каскад который идет вот сюда, наверх до вот этого национального музея в музее я была там гравюры, я тоже про него рассказывала миниатюры различные все жития святых мучения святых представляют ну вот в таком духе все существа мы попытаемся увидеть прежде чем я отправлюсь в лифт можно, я еще раз говорю, внутри здания ну там вот войти в один из входов внутри здания можно по эскалаторам сюда добраться отсюда тоже не дурной видок я вам тут увеличивала ну еще сделаем может что-то новое сумеем разглядеть так, ну вот такой такой пейзаж. Получается, здесь приступили два места. В Каталанском или Испанском сказали, что лифт опускается, но мы так и поверили. О, на этот раз мы под землю ушли, а они на нулевой этаж, едва уже.